Вот это я специально сделал для этого мероприятия. Торт резать и лопаточка к торту. Вот если вы идите к кому-то в гости, берете торт и вот это как подарочный вариант. И можно пользоваться, когда порезали торт, помыли. И можно льняным маслом или вкусным маслом протереть и все. А дерево какое? Значит вот это вот, если посмотреть, вот видите, от белого почти до темного, до черного, это бок. А вот это ручки, это сделанные, вот если вот здесь вот посмотрите, ее почти незаметно, это ольха дерева. А вот здесь вот белое, это липа или осина. А вот это вот красное дерево. Вот сейчас я вам покажу на ваших глазах, мы что сделаем. Сделаем товарный вид. То есть вот чуть-чуть потереть и она становится как новая. Это человек, который занимается медом, с сопой связывает мед. И вот там вот у меня такие вот ножи, такие сабли. Это ребята от 8 до 11 лет. Ну берут. А вот там красные вот два ножа, это люди, которые коллекционируют ножи разные. Они у меня берут для коллекции. То есть это красное дерево, вот это красное дерево стоит полтора миллиона кубометров. Слышать, слышала, видеть не видела. Нет, а вот это что, ну вот я вам покажу, вот она, вот это красное дерево. Вот, вот то красное, это нож для... Это у вас шкатулы открываются, да? Конечно, открываются, здесь видите, что... Ой, великолепно, еще лучше. Ну это я сделал для гелижка. Я поняла. Ну правильно, красное дерево. А вот это вот что у вас? Еще рисунки вот такие-то. Это моя студентка. Ну, у нее еще два сына. Один техник у меня на третий курс переходит. А второй, третий класс. И она расписывает. Я заказываю тему, только женская тема. Вот если взять, вот посмотрите вот сюда, вот, видите, вот это вот. Это здесь у нас Хуторгичинский есть. Это Каменский район. Ой, так мы соседи спали. А вы откуда? Почелок Шолоховский, Белокалитинский район. У меня дочь Каменский живет. Ну, вот это, где свадьбу играли, Тихиба, Краснему. Вот, это уже дома нету. А вот эту бабу каменную, вот, ее тоже кто-то, видно, Ксев Абадор повес. Их, народ у нас. Ну, а так вот, это у меня пейзажи немножко есть. Есть такие работы, которые со смыслом. Вот здесь вот, а вот, вот это вот. Это первые казаки приехали и основали станицу Каменскую. То есть вот, откуда я сам приехал. А вот это вот, там, если ближе посмотреть, то там можно увидеть, что? Быто, казачество, история, семья, лошади. То есть все вот там, прям в этом, вот в этой картине отображено. Ну, а это там любовные дела. Ну, это тоже хорошо. Так, а сами вы кто? Представьтесь мне, пожалуйста. А, меня зовут просто Василий Иванович Байбарин. И вы где работаете? Я так понимаю, у вас студенты? Да, я 20 лет учил студентов художественного и английского деления в Весьбе по деревне. А так, я, основная моя профессия, я 35 лет проработал в педучилище, в педколледже, учил студентов, как давать уроки физкультуры. То есть я спортсмен бывший. У меня дочь тоже закончила колледж ваш, только иностранный язык. А, ну, есть, а, ну, там, сейчас это отделение закрыли. Ну, сейчас, да, но она, мне ей 30 лет сейчас, она как раз его закончила. Да, может быть, я ее даже у нее преподавал. Возможно, я прям покажу и спрашиваю. А в том году я встречался с первым своим выпуском 40 лет назад. И вот дамы моей девчонки у них по 60 лет. А, ну, да, ну, вам сама моду, 40, а как им может быть по 60? Да, мне 70 в январе вспомнилось. Ну, дай бог. И вот встретились и пошли на второй этаж педучилища. Они первые пошли, я думаю, о, как тяжело им, еле-еле идут, замученные жизни нашей. Некоторые работают, некоторые сильно вверх пошли, там, в администрации работают, там, глава администрации и так далее. А вообще, вот, как приобретать, если как-то вы можете все это, как, где-то приобретается у вас, как вы в реализуете? В смысле, у меня? Да. Ну, вот, позавчера я должен был у себя в Каменске быть. Вчера в Тацинке, там, праздник, там, гонки собачьи скачки, это, и на лошадях скачки проходят. То есть, это в степи, вот, 9 мая это самое, день победы. Вот, на 9 мая, мне же у нас сюда приедет, и я туда поеду, да. А потом пошло. Потом Гундаровка, сто лет отмечают, как вот, Гражданская война участвовал, Гундаровский полк. Вот, потом Погорево, это под Белой Калифой, знаю. Ну, это как раз я шаю рядышком. Я поселок Шолоховский, это вы на меня едете. Да, я знаю, он с левой стороны там. Да, да, да. А это там у права. Вот, вот туда поедем. Доброе утро. Потом, ну, что-то, я уже не помню, когда, 26-27-го или какой-то. В общем, выложки. Так, в ВИОшки. Ой, виденькая, классно. А потом пошло до 4-го ноября, ну, всякие мероприятия. А так, мы выходим, у нас там, около рынка, место, где нам дали подушинка. Вот там мы выставляем работу свою. Угу. Понятно. Ну, удачи вам. Ну, а здесь я два раза, вот, вот, на тросту и перед Новым годом, это, там, как там, рождественская ярмарка. Ну, есть там, угу. Ой, огромное вам спасибо. Я очень рад, что вам понравилось. Понравилось очень, не то слово. Спасибо огромное вам, еще и рад. Да, пожалуйста. Ну, так, цена вот у меня, лопаточки от 50 рублей, вот там вот 150, а там 250 рублей. То есть, цена разная. Ну, вполне приемлемая, реально. Очень, да. И разные породы дерева, формы разные. Ну, это я увидел. Ну, вот это я сделал только из-за названия. Лаврушница. О, как! Вот такое. Форма такая, как хлебница, можно как брать набором. Вот это, вчера я 6 часов делал. Вот здесь, если постоянно работать, то 4 часа. Это вот, я купил заготовку, и вот я ее делал. Еще не успел закончить, уже покупатель у меня появился. Там вот, женщина с Казахстана. Вот она у меня какое-что взяла, и она взяла, а, она взяла у меня здесь полоски были. Ясно. Для этого сама. Полоски, вот люди пожалуются, голова болит, пожилые, давление скачет. И под подушку, то он, ты спряхал. Это из чего полоски? Из оси. Из оси, вот хотела, я что сказать, из оси, наверное. И вот она забрала у меня. Остались только вот колышки осиновые. А она еще, вот, побережья из оси. Доски, вот эти вот, серенькие доски, вот это тоже из оси. Я разной формы сделал. А вот, вот там, около штата, вот там вот стопочка, это... Мозоли стопочка. Мозоли стопочка. Продолжение следует...